Перед награждением победителей энергетики решили продемонстрировать гостям, как оказывать первую медицинскую помощь на месте происшествия. В роли пострадавшего робот-тренажер Гоша. В качестве спасателя предложили выступить журналистам. 30 нажатий, 2 вдоха. Мне надо 30 сделать, да? Ну, я не знаю, как вы делаете. То есть вот так, да? Да, вот так ложите. Делайте лучше на прямых руках, руки не сгибайте, работайте спиной. Первая попытка у представителя СМИ оказалась неудачной. Тренажеру в момент реанимации сломали три ребра. Силу не рассчитали. Гошу пришлось перезапустить заново. После неудачного эксперимента с роботом перешли к приятной части – награждению победителей. Более трех миллионов жителей присоединились к бережливому отношению к энергетическим ресурсам. И этот конкурс – это не только активная жизненная позиция. На мой взгляд, это и первый шаг к поступлению в энергетический вуз и, возможно, присоединение к карьере энергетиков. Отметим, в этом году конкурс энергетиков вместе ярче собрал в регионе под свое крыло рекордное количество желающих – более полумиллиона участников. Основная идея – повышение исследовательского и познавательного интереса к энергосбережению. На конкурс представили рисунки, плакаты, сочинения, творческие и исследовательские проекты по тематическому направлению «Прорывные технологии будущего». Как мы определяли победитель, да, в первую очередь это погруженность в вопрос, в тему. То есть видно, когда ребенок что-то изображает или пишет работу, да, он этим занимался, он тратил время, он не гулял, не выигрывал, да, он погружался там в интернет, в книгу, у кого-то спросил, и видно его как бы в увлеченность. И это важно. Александр Масакин представил работу, с которой вряд ли бы справился взрослый. Маркер высоковольтной линии электропередачи, безопасность полета воздушных судов. Речь идет о ярких сигнальных шарах, которые для безопасности летательных аппаратов и птиц устанавливают на высотных линиях электропередачи и связи. Мы вставляем работу эллипс-маркер. То есть это усовершенствование какое-то, да, шара, да? Его плюс в том, что они не сильно нагружают электрические провода. В свою очередь Роман Сорокин сделал юному дарованию неожиданное предложение. Руководитель Владимирского филиала «Т-Плюс» разглядел в Саше задатки ученого. Я с ним договорился, что мы встретимся с ректором нашего энергоуниверситета и поговорим о предметности его работы и его увлеченности в работу университета. После торжественной части перешли к поучительной. Гостей ждала не менее интересная программа – экскурсия в самое сердце города, на теплоэлектростанцию. Именно отсюда поступает свет и тепло в дома ивановцев. Ведь впереди региональных победителей ждет более статусный конкурс. Вместе ярче федерального уровня. Владимир Еремин, Денис Железов, телекомпания «Барс».